Мошенники взламывают аккаунты преднестровцев в Телеграме, а потом пишут людям из контактов с просьбами помочь деньгами. О новой схеме кибержуликов пишет МВД и пользователи социальных сетей. С аккаунта вашего знакомого в Телеграме приходят сообщения с просьбой поддержать ребенка в каком-то танцевальном конкурсе. Такие сообщения на днях получили десятки, а то и сотни преднестровцев. К тексту прикреплена ссылка. После перехода открывается сайт с голосовалкой. Но нажать на кнопку недостаточно. Якобы из-за искусственной накрутки голосов приложение просит авторизироваться в Телеграме и ввести код. После ввода данных владелец теряет контроль над аккаунтом. О новой мошеннической схеме написали вайвер-паблике МВД, а в Фейсбуке о мошенниках рассказал руководитель департамента маркетинга Агропромбанка. АПБ с мошенниками борется уже несколько лет. Когда вас просят ввести какую-то смс, которая к вам приходит, тысячу раз перепроверьте. В данном случае, когда речь идет о Телеграме, Телеграм присылает код только в случае, когда вы входите в Телеграм. Только в одном случае. Если вам присылается код с Телеграма и вам говорят куда-то его ввести, все, закончили все, разговоры, вышли из всех устройств, потому что вас ломают. Дальше мошенники от чужого имени делают массовую рассылку по всем вашим знакомым с просьбой срочно перевезти деньги из Приднестровья в Россию. Что интересно, платеж обязательно должен пройти по российской карте. Мол, в Москве знакомые попали в больницу, им требуется помощь. Но если начать задавать своему якобы знакомому уточняющие вопросы, диалог и аккаунт удаляют. Стоит взломать один телефон, вот потенциально под угрозой оказались тысячи людей, которые в вашей контакте, которые понимают, что от вашего имени пришла просьба о помощи. Ну, даже если из тысячи людей, не знаю, один процент поверил этому, ну, уже, смотрите, уже и заработает. Прежде чем переводить деньги, специалисты советуют напрямую созвониться с человеком, который просил о помощи. А чтобы обезопасить свой аккаунт от взлома, эксперты рекомендуют установить сложную систему защиты Телеграма, например, облачный пароль. Без дополнительного пароля ни один мошенник не сможет войти в ваш аккаунт. Юрий Чернявский, ТСВ.